В Белом доме опровергли сообщение о преуменьшении Трампом опасности COVID-19. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Маканани назвала недостоверными утверждения о том, что президент Дональд Трамп намеренно ввел американцев в заблуждение относительно тяжести коронавируса. Он заранее предпринял необходимые действия. Маканани заявила об этом на пресс-конференции в Белом доме, передает Голос Америки. Это заявление было сделано вскоре после появления в прессе цитат из книги «Ярость», написанной журналистом Бобом Вудвордом на основе ряда интервью с Трампом. Фрагменты интервью Вудворда с Трампом оказались в распоряжении телеканала CNN. Судя по ним, Трамп еще в феврале знал о том, насколько смертоносным и заразным является новый коронавирус, но не предал эту информацию широкой огласке, ибо не хотел, чтобы началась паника. «Я всегда хотел преуменьшить значение вируса», – сказал Трамп в интервью Вудворду 19 марта, через несколько дней после того, как он объявил в стране чрезвычайное положение. Трамп объяснил это нежеланием вызывать панику среди американцев. В этом разговоре Трамп также рассказал Вудворду, что ему только что стали известны некоторые поразительные факты о том, что вирус поражает не только пожилых, но и молодых людей. Ранее Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре. Однако также существует вероятность, что она будет готова до конца года. Главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность – плохая идея. Также сообщалось, что США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставке 100 миллионов доз вакцины против COVID-19.